Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня изготовим и вроде бы стример, и вроде бы мокрая мушка. Сложно классифицировать эту приманку, но в основном, так как вы просили, эта приманка проверенная и ловит хорошо прудовую, ручьевую форель, окуня. Ну и если попадается щука, то щука тоже ее срезает, эту приманку. Я взял обыкновенный крючок номер 10 изначально для того, чтобы можно было отсеять всякую мелочь. И подогнул немножко колечко. Нам с вами понадобится красная нить, желательно не юнифлос, так как учитывая то, что мы с вами будем крепить материалы и добавим немножечко лака, а юнифлос лак не очень любит. Любую красную нить, какую вы только сможете для себя найти, из тесьмы, с чего угодно. Промазал цевьё клеем, чтобы у меня оно не прокручивалось. Теперь нам с вами необходимо, буквально, вот сам весь загиб, подберёте для себя крючок изначально по своему формату. Чем-то она напоминает и матч, браун, но в основном сложно классифицировать, так как, будем говорить, и ручейник, и падёнка, которые тоже чем-то напоминают, но ловит. Буквально доходим до плеча загиба, и здесь с вами сформируем хороший вот такой шарик красной нитью, с небольшим таким хорошим уплотнением. Если имеется у вас, допустим, красный хороший голографический люрекс, тоже можно изготовить, но я сейчас изготавливаю её так, как она у меня была изготовлена. Вот мы изготовили такой шарик, теперь нам необходимо с вами его, я использую, повторяю, вот такой, это не реклама, лак-клей, он уже себя зарекомендовал достаточно хорошо, поэтому я его и использую. Вы можете использовать любой материал, который вам подойдёт. Буквально на место, где мы с вами изготовили шарик, капнули и дадим нашему лаку хорошо высохнуть. Лак наш уже подсох, теперь нам с вами понадобится щепотка из перьев, из охотничьего фазана. Вот приблизительно такой величины, 5-10 бородок, но желательно так, чтобы вы подобрали по своим размерам. Хвостик должен у меня, я изготавливаю под себя, вы как захотите, по длине цевья. Прикладываем сверху, удерживаем в одном положении, и первый лёгкий, потом начинаем подхватывать. Хвостик потом мы с вами распушим. Переламываем обратно вот так, наверх, чтобы был у нас ровная площадочка. Оставляем. Для изготовления этой нимфы, или стримера, как вам будет удобно, нам для сегментации понадобится красный материал. Это может быть. Или же проволока, как вот я её покупал в таких наборах для рукоделия. Но в данный момент я буду использовать из наборов таких же для рукоделия, которые вот продаются на таких катушках. Вот такого красного цвета резинку. Крепить её желательно нам по всей длине, чтобы у нас тело было значительно ровное. Закрепили, подхватили вот такими большими витками, и на обратном пути начинаем уже её окончательно подхватывать. Так как я буду работать с другой нитью, здесь я сделаю завершающий узел, и поставим другую нить. В качестве кела можно использовать оливковый, светло-оливковый, коричневый, болотный. Ну, я буду использовать вот такой непонятно и болотного цвета, и в то же время как коричневый. Поставим крючок в удобное для нас положение. И сделаем наборочку из нашего даббинга. Буквально сантиметров 5-8. Значит, тело должно у нас быть конической формы, и в то же время не быть рыхлым. Поэтому даббинга наносим необходимое количество для того, чтобы было хорошее тело. Лучше 2-3 раза пройти по одному потом месту. И как обычно у загиба, немножко и движемся к нашему колечку. Изготовили тело, и теперь нам необходимо опять поменять нить. Я поменял на красную. Теперь остается только лишь взять нашу резиночку, и с вами, ну, будем говорить так, в произвольном порядке, как у нас будет получаться с нашим телом, выбрать шаг для сегментирования. Возьмем, пока хорошо закрепим, это удаляем, добавим потом уже, когда нам необходимо будет клей. у колечка, вернее, у загиба, выполняем один полный оборот, выберем шаг и в натяжку. вот, приблизительно так, с определенным углом, просегментируем наше тело. Закрепим материалы и подготовим теперь крылышко. Крылышко мы будем с вами изготавливать из того же охотничьего пера фазана. Можно использовать индюк, можно использовать мех, но я буду изготавливать в том варианте, в котором она у меня уже была на рыбалке и проверенная. Также берем хорошую щепотку, выбираем себе перьев, ну, приблизительно в два раза больше, чем мы с вами брали на хвостик. Десятка-два, это точно бородок. Подравняем их, и теперь нам необходимо выбрать длину крыла. Крыло может равняться как длине нашего цевья, так и доходить до середины нашего хвостика. Но я выберу, чтобы выходил слегка за загиб. Держим одной щепоточкой и здесь подхватываем, подравниваем, чтобы был строго у нас сверху. Как вы видите, в таком сложенном положении чем-то напоминает Матч Браун. Хорошо промотаем, добавим лак, и нам теперь необходимо крылышко для опушки выполнить небольшое жабо. Вот здесь вы можете для себя выбрать любой вариант, который вы захотите. Он может быть и черного, и серого, и гризли, и белого. Как вам будет удобно. В данный момент вот у меня имеются по остаткам вот такие перья, флюо. Я возьму то перышко, которое вот у меня осталось, это я его не специально подготавливал. Закрепим его здесь, и нам необходимо выполнить буквально пару-тройку оборотов для того, чтобы слегка обозначить наш воротничок. Как видно, вот такое количество нам будет вполне достаточно. Нить мы не меняем, и головку изготавливаем красным цветом. И точно так же необходимо капнуть капельку лака. Вот как вы видите, сделали мы очередную с вами приманку, которая очень хорошо работает. Пробуйте с расцветками, пробуйте с разными габаритами. Это уже проверенная приманка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok